так друзья всем привет сегодня у нас 11 марта 2004 года я выезжаю за грузом в Канаду возле границ прям платят нормальные деньги в общем такая эпопея была у меня на прошлой неделе снимать нельзя было потому что я был на атомной электростанции значит там езды было два часа потратил на все про все три дня вот то что я первый день ждал до загрузки потом два часа проехал два дня ждал пока меня разгрузит это кошмар конечно и все из-за одного человека который неправильно просто представьте человек проверяет документы по 20 раз над ним и из-за этого все встала вообще все сейчас мы готовы выезжать трак у меня стоял четыре дня у меня потом слетел груз у меня было идеально вообще сделано я должен был после этого ехать в четверг забирать груз ехать в раунд 3 добавила обратно чикаго вот это брать этот груз на нью-йорк вот но все пошло не так груз тот перенесли хорошо кстати там был груз нормально сам ну короче что груз перенесли не вот этот груз не дали то этот чувак так старался мне его что дать то что он очень на флотбет шел вот и ночью старался я подумал что но один старался другой просто поменял даты почти на неделю как бы все сбилось в итоге я не нашел никакого груза локального просто не нашел и все то есть были локальные грузы но это надо было ехать там в индианаполис не было смысла ради груза там полторы тысячи долларов ехать в индианаполис 4-5 часов что потом обратно возвращаться не то есть такое ну и все поэтому короче в итоге я просидел и выезжаем на канаду час с канадой естественно тебя нету вот через северную дакоту но я покажу что мы едем куда мы едем буду использовать рампы как удлинитель для груза потому что там один кусок 14 фит он встанет на upper deck и встанет на рампу вот такие дела так это работает нормально так это работает все тракт нормально тракт не завелся то что я не включал половине но с помощью маленькой машинки то есть он такой видно же было что да 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 такой на день раньше бы приехал и обзавел ты пришел и кажется очень вовремя на пару минут раньше было бы еще лучше но извини но завелся без проблем буквально я только подсоединил провода две минуты вот реально две минуты и вся все-все-все сразу заработали так что двигаемся ехать нам двадцать пять минут до загрузки рядом повезем что-то что-то повезем прошу вас не стреляйте я вам все отдам ты думаешь мне нужны деньги думаешь дело в деньгах мне не нужны подачки мне нужна работа дура что твои деньги помогут мне только на короткое время а работа даст мне ценный опыт и профессиональные навыки это как научить человека рыбачить что тоже нужна работа не стоит бежать грабить банк вот этот трактор будет свалить это бокс трак оборудован спальником всеми делами стоит в Чикаго так что если ты готов работать то пожалуйста также вакансия на пикап трак есть тысяч работа бокс трак пикап трак сейчас хорошие грузы на пикапах обращайся так приехали на новую локацию вот этот трак тоже нужен водитель новый кузов мотор каменцев а если пью новый прям блин стол у них классом тоже сделан с одной стороны холодильник маленький вообще просто детский сад какой-то ну и здесь удобно сидеть конечно кенурт никому не двигаться быстрее шевелись клади деньги клади деньги тошно на тебя смотреть просишь подачки вместо того чтобы добиться чего-то тяжелым трудом просто позвонил бы ваньку все ребята он три часа грузились лукбуку едем вот так вот вот у нас здесь пересекаем границу название границы называется пэмбина пэмбина и едем мы в город Вилкерс а Винкер Винклер вот город Винклер едем мы сюда сегодня я не доеду уже с такой загрузкой точно потому что у меня убило много времени где-то мы в Миннеаполис проедем я думаю где-то стусим все поехали 820 миль все погнали все друзья подъезжаем в канаде посмотрим сколько по времени займет сейчас у нас время 1235 сейчас мы через пять минут обоим куда-то встанем посмотрим надеюсь что все у меня документы в порядке потому что я честно не очень силен мне все прислали я надеюсь что там все что нужно все есть там вот иначе это может затянуться надолго все давайте буду проходить все друзья я не знаю заняло две минуты вот в очереди стоял сам процесс две минуты такие дела вот обратно треке смотрю стоят дольше о блин забыл спросите они работают 24 часа или нет да ладно кстати для местных ребят скажу у кого грин карта паспорт вашей страны не нужен я просто показал грин карту и манифест вот так вот выглядит был не печать поставил и все дальше на выезд не спрашивают ни паспорт ничего просто гриб карта а спросил где я живу и когда я собираюсь выезжать он горит тебя груз какой-то обратно если грине никакого нет он такой ну окей ну и все такие то есть три вопроса и поехали вот такая вот канада вся на самом деле вот она вот какая-то вся вот такая вот но опять же да та часть где я был в этом есть что-то хеандириан а дилерский вам карбет старый блин у них капец сколько оверсайзов просто они очень возят тут почему-то у них очень много вот чего-то большого гигантского да кстати гормин трак его шипин приселит туда гормин трак вы не гатор мне какую-то лапуду опять показывал на муравьевскую когда ехать через маршала кисложопова вообще меня принципе никуда вёл хорошо что здесь связь появилась связи не было он вел меня просто куда-то так чё пойдем все узнаем здесь наверно встанем что здесь можно будет стать и пойдем узнавать друзья компания icon в городе белкир белкир когда читает без третью дядьку не говорят разговариваешь но акценты слышно хотя я практически без акцента разговаривают берегу шутка если что говорит короче у него родители с оренбурга родился он германии и живет здесь 14 лет я ему горячу из германии приехал германии крутая страна он говорит захотел еще нового и другого ну короче неважно вот работает здесь больно жена у него ростов-на-дону по-моему где-то вот оттуда историю такие пироги я все едем обратно в америку точнее не в америку в соединенные штаты америки едем обратно навигатор у меня опять тут круто короче он сказал что есть границы где-то здесь рядом прямо такая полу полуживая короче есть к это границ там полуживая но вот он говорит туда типа не едь они говорят закапываются до всех она говорит маленькая он говорит лучше реально вот туда ездить на это заезжал потому что там нормальные ребята сидят они эти горит злые очень наберет не есть были там не заняться нечем ним никто не хочет ехать так трясти начало когда еще под подгрузом хочет был получше такие дела все при покончен году груза мне обратного нету но я и нахожусь в жопах мира поэтому в принципе неудивительно что не груза нету еще и работа рекламировать что у нас перестали включаться передачи я говорю при этом вот он только чем до этого же включал передачи он прыгал туда-сюда обороты прыгали там я не знаю ошибки загорались все моргало на передач включались то получилось все таки право по ходу делать короче и рез приехал за мной и случайно заехал в лужу думали что она не глубокая лексик туда просто провалился еще и лексис вытаскивали сейчас у него нет чем цепануть но он полноприводный поэтому это спасло короче народ такая вот история ехал загружен и вот там на светофоре просто у меня начало все моргать прыгать обороты передачи и все ты трак там остановился обставил на дороге включил масса выключил точнее выключил включил вот смог съехать сюда а так конечно что туда агентом шоке не найти к на столу вот ничего не поделась вот очень большая надежда что это просто провод перебила походу на то короче рак едет нормально вот но это проводка да потому что дергали провод глюки начинались дан из red механиков сразу оказал он опять по телефону все угадал вот мне сразу прислал видео куда смотреть приехал юра проверили то все 5 10 было подозрение что это компьютер ну потому что у него глюки идут а это идет провод такой получается на коробку и надев куда-то далку и вот у нее и глючила у него показывала стрелки прыгать то есть и писи такой компьютер вот вроде как работать короче едем учениться едем смотреть где где разрыв потому что потому что грузом я обломался агентом пишет ему тракт не найти корней опыт тоже понимаю ну что то ну что сегодня ты поедет тоже тупой на самом деле ну сказал же все типа я ему сказал все и сегодня точно потому что шансы такие дела да так ездить не ехать нельзя потому что это где-то в итоге глюкнет сильнее то все в общем едем смотреть проводки так что вот хорошо что я паркинга далеко не отъехал и от сервиса юра вот буквально 15 минут лет и он как раз ехал на работу быстренько туда-сюда и ко мне сразу короче очень дальше сложилось уже я встал вот так вот прям посреди дороги так что юрий огромное спасибо что приехал вот застрял я вытащил здесь буду держать да друзья камера села тогда короче приехали забирать петерпиллеровские двигатели вот груз тут такой местечковый глобально я сейчас обратно еду домой конечно чикаго гораздо удобнее чем в лариде просто не сравнимо какой из них мой я не знаю а вот так народ поставили мне эту штуку весит спору нет ведь здесь и школу ну 40 даже почти 39 500 так будет ветер так что соли пришлось разворачиваться пришлось разворачиваться чтобы не дуло вовнутрь к настолько чтобы дуло наоборот то что я ее потом нет ну тот самый не не закрою то что мне что накрепить груз там вам ставят потом говорят ехай отсюда мальчика интересный какой у меня вес я вот очень переживаю что у меня все еще проблема задними осями последний раз трейлер не ослайдовался ну-ка посмотрим сейчас я ее 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 куда ты ублюдок 35 охереть будем как сейчас двигать как-то будем двигать так такую штуку нам поставить видите как используется цепь 1 используется как 2 если это ослабнет то с этой ничего не будет по стоку поняли да эти пиши нас это середина там обцепляется как-то так все друзья поехал я домой мне три часа до дома оттуда потом еще два часа до разгрузки но это уже я поеду в воскресенье вечером и вот мы едем из лафаэд индиана фалл-ривер висканси это недалеко это 250 миль всего ехать дан поехали домой домой до дома духа то есть так друзья вот так вот субботу загрузился утром субботу вечером уже был дома вот побыл дома суббота воскресенье вечером выехал вот заночевал тут неподалеку вот приехал привез инжены загружаюсь учета рынок очень слабенький какой-то что-то неделя прямо лучше плохая что это что-то прямо как-то грустно это все становится но он чат как-то выкарабкаемся грузов особо честно говоря очень-очень-очень-очень мало так что как-то так здесь он нормально здесь на рамстану приятно когда есть понимающие ребята потому что к настолько не может повернуть до когда открыто после ноги таки говорят ты типа открывай и заезжай там криво косо вот так вот а я же не могу так делать мексами так заехали сломали пошел работать так ребята короче такой груз это мне пришлось купить 10 таких вот тубай фор ту байфу вот еще три чтобы распилить это я заехал у нас он гипа все распилил сделал значит вес большой едем из индианаполиса на лос-анджелес не надо обязательно прикрутить вот здесь видите такое делается двойной он их стягивает чуть-чуть здесь просто регулярно вот не нужна коностолга это достаточно обычного трейлера но вот потом их надо подтягивать то что видите вот эта сторона натягивал я там там натянута сильно здесь нет поэтому потом надо все будет протягивать обязательно сейчас поеду на весы взвешиваться потому что у меня там что-то как-то впритык а чувак горит у него такой же трейлер один в один он говорит что нифига у него там большой запас по весу говорит не может быть чтобы типа у меня было 30 а у тебя 34 мы посмотрим заеду взвешившись сумасшедший ветер а там непонятно что бы наш там с полей дует так сильно что капец ветер оттуда небо страшно как я тяжелый очень не еду поэтому мне принципе ветер окей в целом конечно витрищи порывы сильнейши там как выльдург просто ух это не мехико 6 витальпукер на вест на мосанжелес да капец дует смотрите как пыль сдувает конечно сейчас кто ребята легкие конечно просто 6 нормально да ребята сейчас которые легкие и в жопу то есть я не удивлюсь если контракт перевернется как и поле летают перекатываются перелите поле и настолько бедная она же согнулась офигеть как тут просто жесть буду бороться и и и и Субтитры подогнал «Симон»